С 1 июня в России продлевают упрощенный порядок назначения пенсий и социальных выплат гражданам. Это позволит россиянам и дальше обращаться в пенсионный фонд за услугами в дистанционном формате. Такой режим ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса и планировали отменить с начала лета, но все же продлили до конца года. Однако в этом месяце истекает последняя отсрочка, данная для перехода на карты МИР. С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, пособия и выплаты из мат-капитала на карты Виза и Мастеркард. С начала лета все компании должны будут привязывать корпоративные сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг, а приобрести симки можно будет только в организованных точках продаж, оформив договор. Это сделано с целью борьбы с терроризмом, потому что когда приобретаются сим-карты на неизвестное лицо, сложно отследить, кому она принадлежит, откуда поступает звонок и прочее, то есть с целью безопасности граждан. Есть изменения и для автомобилистов. С 1 июня вводится ответственность за использование шин не по сезону. Например, придется заплатить штраф за езду летом на шипованной резине. Штраф в размере 500 рублей, но это не распространяется на так называемые липучки, то есть все сезонные шины, которые могут использоваться как летом, так и зимой. Плюс ко всему водители, которые установили газовое оборудование на свои автомобили, их обяжут иметь по себе техническую документацию, чтобы газовое оборудование соответствовало той технической документации, которая есть в водителе. То есть если происходит ремонт этого газового оборудования, происходит замена, например, газового баллона, то серийный номер газового баллона, он должен совпадать с номером, который указан в техническом паспорте. Вступает в силу с начала июня резонансный закон о просветительской деятельности. Контролировать просвещение в стране будут госорганы. Организация различного рода семинаров, различного рода курсов, которые не подпадают под регламентацию закона об образовании. И вот эта всю деятельность, вот этот законодательный пробел было решено закрыть утверждением закона о просветительской деятельности. То есть он регулирует, каким образом должна оказываться данная просветительская деятельность, в каком порядке и какие нужно будет получать документы. Однако закон до сих пор вызывает много вопросов, говорят правозащитники. Если он останется в том виде, в котором он есть, значит он принят для каких-то определенных целей. И просто уже готовы какие-то моменты, под которые он подведен. Потому что очень расплывчатые формулировки, критериев нет. Либо он на время какое-то, первое, он не будет действовать, потому что он не жизнеспособен. И в дальнейшем будет приниматься масса дополнительных нормативно-правых актов, которые будут регулировать отдельные части. С июня призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, освободят от прохождения медосмотра, если отсрочка не связана с состоянием здоровья. С этого месяца вводится обязательная цифровая маркировка сыров и мороженого, с сентября добавится молочная продукция. На все эти товары будут наносить специальный код, а данные о них появятся в информационной системе мониторинга. Также в стране разморозят цены на сахар и подсолнечное масло. С 5 июня и до конца лета вводится запрет на экспорт гречки. А с 6 июня банки будут обязаны называть причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Если заемщик не согласен с решением, то он может обратиться с жалобой в Центробанк. До 15 июня должны узаконить свой статус все трудовые мигранты, которые находятся в России без необходимых документов или разрешения. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.